Между тем, данные о количестве скончавшихся вызывают полемику у жителей республики, которые утверждают, что их гораздо больше. Называются цифры от 60 умерших до 150. Мы обратились в Министерство здравоохранения Карачаева-Черкесии прокомментировать эти цифры и разъяснить, как же все-таки ведется официальный подсчет скончавшихся от болезней. Мадина Каракетова с подробностями. По официальным данным, предоставляемым оперативным штабом Карачаева-Черкесии, на сегодняшний день в республике от COVID-19 умерло 7 человек. Эти данные, мягко говоря, вызывают недоумение у жителей Карачаева-Черкесии, которые утверждают, что в их населенных пунктах чуть ли не каждый день с соблюдением всех мер предосторожности хоронят людей. Данные, которые приводит оперативный штаб, значительно разнятся с цифрами, которые называют местные жители. Вести обратились в Министерство здравоохранения республики с просьбой разъяснить, почему так. По словам заместителя министра здравоохранения Динары Камурзаевой, во временных госпиталях для больных новой коронавирусной инфекцией, если обратиться к абсолютным фактам, с начала пандемии в республике умерло 82 человека. Но семеро – это те, кто скончался непосредственно от COVID-19. Именно эти семь человек, как ковидные, потому что у них подтвержденный, вот формулировка диагноза идет как коронавирусная инфекция, подтвержденная. Вот слово «подтвержденное» – это то ключевое слово, которое позволяет вынести в основную причину смерти коронавирусную инфекцию в случае, если человек не погиб от других внешних причин. То есть они были здоровыми людьми без сопутствующих заболеваний, и именно ковид – его тяжелое воздействие на организм и явились причиной гибели. Что касается остальных, 75 умерших во временных госпиталях скончались они, как утверждают в Минздраве республики, от хронических заболеваний и их осложнений. Не исключается, безусловно, вероятность того, что поражение коронавирусной инфекцией могло спровоцировать. Но опять это все вероятность, это все комиссионно разбирается, каждый конкретный случай. И опять нужно понимать, что поражение коронавирусной инфекцией, как и любой другой, абсолютно индивидуально воздействует на организм человека. Скрывать, либо каким-то образом менять статистику мы не можем. По той простой причине, что у нас есть регистр этих пациентов, и на федеральном уровне мы вносим в единую базу их каждый пациент, который госпитализирован либо с подозрением, либо уже с установленным диагнозом коронавирусной инфекцией, он абсолютно открыто известен на каждом этапе. Заводится электронная история болезни, переводится в амбулаторную карту, справка о смерти выписывается электронно. Жертвами ковид молодые и здоровые люди становятся в исключительных случаях, говорят доктора, чаще по причине позднего обращения к медицинским работникам за помощью. Мы, к сожалению, наблюдали еще одну такую интересную тенденцию. Люди в течение длительного времени скрывали факт наличия каких-то симптомов заболевания, потому что на первых порах они не предоставляли им каких-то глобальных неудобств. Это может быть банальный насморк, першение в горле. Не верили в существование коронавирусной инфекции. А потом уже, когда они понимали, что длительная температура, прогрессирование дыхательных каких-то симптомов, усиление кашля и прочее, заболевание достигало пика. Наиболее уязвимы люди в возрасте с ослабленным здоровьем. Минздрав рекомендует быть осторожными страдающим гипертонией, сахарным диабетом, онкологией, ожирением и другими заболеваниями. Для профилактики гриппа в осенне-зимний период мы почему делаем акцент именно на категорию граждан, диспансерных групп населения, которые страдают хроническими заболеваниями. Именно потому, что они представляют угрозу жизни. Эта категория пациентов, она более уязвима. И любые, любые абсолютно хронические состояния, они декомпенсируются при наслоении какого-то бактериального агента. Многие все еще не верят в существование опасного вируса и безответственно относятся к себе и своим близким. Не обращают внимания на симптомы, лечатся народными методами и продолжают посещать общественные места, свадьбы, поминки, устраивают пикники, игнорируют санитарно-эпидемиологические требования. Не учитывают и тот факт, что коронавирусная инфекция – серьезное высококонтагиозное заболевание. Врачи в очередной раз призывают жителей республики быть осторожными и внимательными, не игнорировать реально существующую опасность и беречь себя и окружающих. Мадина Каракетова, Алибастанов, Станислав Полянский, Вести Карачаева, Черкесия. Мадина Каракетова, Алибастанов, Станислав Полянский, Вести Карачаева, Черкесия.